Музыка Всегда, когда попадаю в раздел птицы продовольственного магазина, очень расстраиваюсь. Я всегда смотрю, какой ажиотаж возле прилавка, где находится курица. Там непрерывно идут люди, поток людей, а рядом лежит индейка. Мякоть индейки, филе индейки, там пустота, как будто бы живых людей нет. Мне всегда очень обидно и больно смотреть, как таким вот балластом лежит эта несчастная индейка. Я вам хочу сказать, что зря, поскольку индейка, ее мякоть, ее грудка гораздо более полезное диетическое мясо, чем курица. По многим причинам я потихонечку вам расскажу. Так что сегодня будет индейка как продукт, и Елена моя как в качестве ассистента, помощницы и ученицы. Вот, ода индейки состоялась, я надеюсь, что теперь мы это воплотим в жизнь и будем точно так же эту оду индейки исполнять каждый раз на своей кухне. Как вы сейчас это сделали? Более того, я вам сегодня покажу, я вам покажу сегодня, и Лене сегодня покажу тоже. Как индейку любить. Как индейку любить. Мы сделаем забавное, уверяю вас, забавное блюдо по форме, хотя по содержанию тоже, потому что будет интересно. Я больше ничего не говорю, потому что сейчас продам вам все те домашние заготовки, над которыми я всю ночь сегодня думал. Лена читает рецепт, и мы приступаем к работе. Лимонные котлетки. Вам понадобятся лимоны, филе индейки, яйца, тертый пармезан, молоко, свежий хлеб, чеснок, петрушка, соль и перец. Замочить хлеб. Мелко нарубить чеснок с петрушкой. Из индейки приготовить фарш. Замесить фарш с отжатым мякишем, яйцами, сыром, чесноком, лимонной цедрой, солью и перцем. Скатать небольшие шарики. Лимоны нарезать дольками, срезать мякоть, на кожуру оставить. На деревянную шпажку наколоть мясные шарики, обернутые лимонной цедрой и дольки лимонной мякоти. Приготовить все это в духовке при температуре 160 градусов. Вот так, с пионерским задором. Блюдо из индейки. Лимонные котлетки. С пионерским задором, звонко. Лена прочла рецепт, ничего не поняла при этом. Хотя я сам ничего не понял, если бы слышал этот рецепт первый раз. Но мы для этого здесь и есть, чтобы вам потихонечку, с толком, с чувством все рассказать. Так что Лена сейчас отправится по традиции за продуктами, а я здесь проверю, все ли у нас на месте. Картофельные котлеты я знаю. Морковные, в общем-то, тоже. Свекольные даже котлеты есть. А вот лимонные – это что-то новенькое. Скатать шарики, лимон, мякоть, котлетки лимонные почему-то. Спокойно. Как-то все, знаете, да. Сейчас все станет на свои места. Здесь для этого есть специально обученный парень в белом кителе. Значит, давайте хлеб, Лена. Потому что он должен какое-то время у нас побыть в молоке. Ну, так делаются любые котлеты. Я так понимаю, корочки нам вот эти… Лучше обрезать, так неэкономно очень получается. Ножом обрезать корочки надо. Надо на меня так сильно злиться. Какая умница. Так нет, ну вот тут же… Если мы так будем обрывать корочки, так может у нас пол кусочка хлеба будет уходить в корочку. Ну, почему же пол кусочка? Можно и экономнее это все сделать. Девочки, когда животный белок готовят, ну, я имею в виду мясо, в данном случае, оно теряет воду. Это свойства белка такие. Поэтому мяса всегда становится меньше, да. Был килограмм мяса, поджарили или сварили, получился 700 грамм. Белок так устроен. В котлетах есть фар. Тоже мясо, тот же белок. Будем жарить котлеты, мы будем их запекать, это более здоровый способ. Выделяется сок. Зачем же он будет вытекать? Нам же надо, чтобы сочно было. Поэтому добавляется какой-то вот углеводный продукт, такой вот пористый, который может впитывать. В данном случае хлеб. Соки будут течь и будут попадать в хлеб, и не будут вытекать из котлеты. Или картофель еще добавлять. Бывает, добавлять картофель совершенно верно. Я люблю, знаете, что добавлять порой? Я люблю добавлять в готовую манную кашу, холодную. В котлеты? В котлеты, да. Она работает как хлеб. Вот в чем здесь, понимаете, заключается сермяжная правда. Не бойтесь вы хлеба. Хлеб ложатся не из-за экономии. Не потому что надо экономить, обманывать кого-то там, да, а потому что без него котлеты будут сухими. Это неминуемый процесс. Его никак нельзя предотвратить. Просто так вот сказать, не теряй к этому мясу, мне сок. Все, не будет терять сок. Будет терять сок. То есть это не действительно, это не из-за того, что положить нечего в котлеты. А функционально, конечно. Не знала я, между прочим, поэтому. Вот петрушки столько хватит? Ну, чуть-чуть побольше можно петрушки. Вот столько. Да. Мы сейчас с Еленой занимаемся тем, что мы создаем некоторые заготовки для того, чтобы сделать вообще блюдо, чтобы достичь результата. Мы пока, видите, ничего не делаем. Мы потихонечку делаем. Мы режем чеснок, нарезаем зелень. Все очень у нас хорошо сейчас. Пока мирно проходит. Без потерь на фронтах. Петрушка обязательно или можно какую-нибудь там изюмить? Ну, не укроп. Почему? Понимаете, в чем дело? Вам здесь какой страной вообще пахнет вот сейчас? Индейка? Да не индейка, вообще вот сам рецепт. Индейка пахнет Америкой. Понятно, там очень популярный продукт в Америке. Не знаю, из-за лимонов много любят в Болгарии, Средиземноморье, где-нибудь. Грицы. Вы вот среди этих продуктов, которые сейчас вы прочли, какой-нибудь очень характерный продукт заметили? Который характерен вообще для одной страны только. Черный пармезан. Пармезан. Так это какая страна у нас? Италия. Думаю, скажут Румыния сейчас. Надо было, да? Вот здесь пахнет Италией. А в Италии укроп... Почему? Не едят. Ну, потому что, не знаю почему, не выращивали. Считают это стратегически неправильно? Не выращивали. Это, наверное, плохо сочетается с теми вкусами, которые преобладают в итальянской еде. В Италии едят петрушку. В Италии едят зеленый базилик. Она проверяет. Я пытаюсь понять, куда в Италии кладут тертый пармезан в этом прецепте. Ой, да всюду кладут. В ризотто, в спагетти кладут. Вот как раз в польпетти кладут. Это фрикадельки так называются, кстати. Ну и так далее. Я буду тереть пока. Вы же рассказываете. Она будет тереть пармезан. Я буду так. Смотрите на нее. Черно-рабочую. Смотрите, она готовит. Я пока нарежу мякоть индейки, чтобы сделать... Ну, чтобы измельчить ее. А там написано соль и перец еще? Ну, это понятное дело. А перец я хотела спросить, какой? Обычный или вот чили? Ну, можно положить черный. Можно положить белый. Нет, не жгучий, а такой. Черный или белый. А зачем так издеваться потом над темным фаршем? Что-то во что-то заворачивать? Лимонные дольки каким-то образом? Я же хочу, чтобы вам было вкусно. Чтобы вам было оригинально. Извините за банальность. Вы знаете, вот не каждая женщина любит так возиться на кухне. Я согласен, что не каждая женщина любит так возиться на кухне. Здесь особой возни нет. Здесь можно и, в конце концов, детей привлечь. Это, кстати, вот для детей будет забавная вещь. Мы когда с вами дойдем, Лена, до... Детей? Не до детей, а до... Мы с вами дойдем до детей. Боже мой. До апогея, до финальной части нашей встречи сегодняшней. Вы понимаете, почему дети могут быть привлечены к этому процессу, кстати? Шарики катать, может быть, на шпажки? В том числе. Дети же любят катать шарики, одевать на шпажки, там что-то возиться. Вот это детская история. Мы сделаем фарш вот в таком вот кутере. Это кутер называется. Кутер? Ну, это кухонный комбайн или процессор. А когда применительно к мясу, его называют кутер. Вот когда вам колбаску делают докторскую, ну, в которой процентов 20 мяса. Остальное хлеб? Сначала делают фаршик на мясорубочках, но в таких вот огромных кутерах все это превращают в массу, в такую, чтобы вы не поняли, есть там мясо или нет. Вернее, там что-то там нету. Вот когда вот есть вот такой прибор, вот с таким вот вращающим ножом двусторами, называется кутер. Ну, неважно, считайте, что я вам ничего не говорил, все равно не запомните, зачем это вам надо. Почему же? Скутер или катер? Что-то среднее, которое вот так вращается и делает там колбаску, называется кутер. Сойти с ума от непрекращающегося восторга. Мы сейчас все в этом приборе и смешаем, кстати. Мы сейчас положим сюда петрушку. Пармезанчик? Мы сначала, вернее, положим сюда больше чесночка. Вот так. Яйца еще туда надо добавить. Сейчас-сейчас добавим. Мякиш отжать. Сейчас я пармезан сюда добавлю. А что там? Там есть что-то отжимать от хлеба? Я думаю, что есть. Так не размоченный же. Вот хлебушек. Нет, он достаточно мягкий. Хлебушек отожмем. Яйцо. Видите, что я сделаю сейчас с яйцом? Нормальная женщина, что бы сейчас сделала? Нормальная женщина сделала бы вот так. Открыла бы и туда... А вдруг оно испорченное? Поэтому надо яйцо сначала открыть, выпустить в подсобную мисочку, посмотреть, нормально. Понюхать его. Понюхать, Лена. Лизну. Нормальное яйцо? Ну, лизнуть-то не надо. Так, и... Я сейчас дам сюда соли. А перца, может быть, все-таки чили нарезать? Будет красивенько. Не, не надо. Не надо? Не надо. Чуть-чуть перчика. Сейчас я подправлю здесь фарш. Ну, там какой-то густой получается сильно. Посмотрим. Кутер! Это я так, чтобы не забыть. Но маленький. Кутерочек. Кутерок. Давайте, значит, мы сейчас... Через акваторию нашей кухни учиться кутерок, который содержит в себе массу здоровья и пользы. Сделаем вот так. Хороший получается клейкий фарш. Ну, он же и должен получаться клейким, да? Да. Чтобы скатать из него шарики. Теперь мы, да, приступаем к лимону. Смотрите. Что-то страшное. Я беру лимон. Происходить. Сейчас. Вот этот уже истерзанный. Это надо. Нарежу я его дольками. Дольками. Потом у меня сейчас в данном случае будет 8 долек. Теперь я срежу мякоть с долек. Ну, так хорошо вы срезаете прямо. И практически из цедры. В смысле, до цедры, да? Да. С вот этой белой прослойчкой. Даже чуть-чуть сейчас я подработаю еще. Нам нужна фактически та же цедра, да? Только без... Ну, не терпая. Мы сейчас так не очень глубоко снимем мякоть. Вот мы получили вот это. Если вы хотите, Лена, можем разделить обязанности и вместе. Потому что здесь надо повозить. Мякоть нам не нужна, да? Или как? Нет, она нам нужна. Не нужно ее выбрасывать. Ой, как это... Как-то ответственно. Я сейчас дополнительно фарш перемешаю. Пахнет вкусно фаршем. И цедру чувствую. Чеснок чувствую. Даже пармезан чувствую. Так. Вот нелегкая эта работа, я вам хочу сказать. Эти лодочки делать. Теперь я сделаю парочку шариков. Я намочу тарелку. Все-таки шарики. У меня есть вода. Намочу тарелку, чтобы не приставали они. Ну, да. Ну, я могу положить сейчас шарики на тарелку. Вот посмотрите, шарики какие. Чуть меньше, чем грецкий орех. Так, вот. Посмотрите, какие у меня шарики. Фрикадельки. Какие же это котлетки? Ну, фрикадельки. Нет, ну, это можно назвать и котлетками. Лимонные котлетки? Это если бы полностью все из лимонов состояло с добавлением чего-то. Хорошо, давайте назовем это фрикадельками с добавлением лимона. Нет, ну, у нас же в рецепте написано лимонные котлетки. Ну, это маленькие котлетки. Я сейчас их приплюсну, будут котлетки. Лимонные. Я сейчас их лимоном сверху накрою, будут лимонные, да? Мы берем шпажечки. Ну, зубочистки у нас в данном случае. Угу. Приплюснули, котлетка. Вот вы видите, что у нас получилось? Ну, такая котлетка. Можно еще долечку лимона все-таки внутрь вставлять? Лимон какой-то очень сильно такой... Там косточек много, но ничего. Костями. Костями лег лимон просто сегодня на нашей кухне. Мы можем технологию сделать немножко другой. Вот так. Вот так. А потом уже плющит. Как плющит у нас на кухне котлетки. Боже мой. И вот так. Вот видите, такая парочка возникает. Даже лимончик и котлетка. Давайте все-таки с лимоном будем делать. А это одинокий паскух. Давайте с лимоном будем делать. Надо вырезать там... Можно небольшой кусочек лимона накалывать. Рядом с котлеткой. Так, просто удалить все они нам лишние. Чтобы этой паре ничего не мешало. Воссоединиться при помощи зубочистки. Ну, смотрите. А? Волшебно. Вы, наверное, делали что-нибудь подобное? Никогда. Вот так. Чтобы я так издевалась над продуктами, да никогда в жизни. Я для приличия сейчас застелю пергаментом. Чтобы не прилипало? Лист. Ну, просто для приличия как-то так хочется. Может быть, оторвать нужно? Да я ножом сейчас отрежу. Находчиво, смекалисто. Все в руках так и спорится. Сейчас мы закапнем водички еще, чтобы лист приклеился на воду. Вот это как раз те самые нехитрые секреты маэстро, из-за которых и стоит не отрываясь следить за его руками. Вот, видите, на воду пергамент приклеивается. Вода через него, тем не менее, не проникает, потому что это непромокаемая бумага. Это же пергамент. Это же пергамент. Что, и подпорочки такие, да? Так это замучаешься делать на большую компанию вот такое закусочное блюдо. Хотя забавное, не скоро. Заставьте компанию делать. Пригласить в гости людей для того, чтобы делать вместе с ними, лимонные котлетки. По-моему, это очень здорово. Я сейчас чуть-чуть сбрызну маслицем. Оливковое. Поверю. Это растительное. Растительное. Оливковое тут, собственно. Но вы же всегда говорите просто о том, что если мы уже придерживаемся... Нет, ну пахнет Италией, но это не важно. Все. Пусть пахнет Кубанью, в конце концов. Растительное масло. Почему нет? Нет, чтобы пахло Кубанью, надо, чтобы водка тогда была здесь на столе. Зачем же сразу так радикально? Надо будет пахнуть Кубанью. Я имела в виду подсолнечник, который там выращивают. А, с жареных семечек. Да. Согласен. Я сейчас хочу... Подать это... Каким-то нетрадиционным. Совершенно верно. Как обычно. Оригинальным. Дайте мне пока сковородку, пока мы сейчас... Сковородку? Да. Сковородку хочу. Не дам. Они с вашей стороны все стоят. Придется самому. Ведь у нас остался еще хлеб. Да. Жарить хлеб, вот это уже точно нездоровая еда. Здрасте. Приехали. Я буду жарить его без масла. Я как будто бы сделаю, ну, как бы в тостере. В тостере. Тост. Так. Я сейчас вот, да, погрею хлеб. А потом возьмете этот кусочек хлеба в рот и скажете... Мы подпечем хлеб. ...в руку и скажете. А теперь тост. Подпеченный хлеб всегда все-таки здоровее, чем хлеб свежий. Почему? Ну, потому что легче при подпекании влага уходит, усваиваемость, усвояемость, следовательно, понижается. Потому что мы усваиваем продукты тогда хорошо. Углеводы, в частности, когда они влажные, когда есть вода. А хлеб становится суше. Вот так. Верьте мне. Потрясающе. Это же надо. Сколько нового интересного мы сегодня с вами узнали. И это еще не финал. У нас здесь нет тостера, поэтому если бы был тостер, я бы просто положил его в тостер. Тенденция, чем дороже, тем лучше, в еде часто правильная тенденция. Это, знаете, как пародируют там новых русских, да, что вот они, говорят, ты за сколько галстук купил? За 100 долларов. Что за 100? Я вот такой же за углом за 200 купил. Это считалось достижением. Конечно, неправильно так выпендриваться, да, своими возможностями. Но в принципе, что касается продуктов, когда мы видим продукт более дорогой, как правило, он лучше. Не всегда бывает маленькая доля того, что это неверно. Но в основном это так, ребята. Как ни крути. Потому что те, кто устанавливают цены, они понимают, что за продукт они продают. Так что индейка, да, дороже. А только грудка индейки представляет такой вот особый диетический интерес? Или вот и голень тоже? Нет, ну, если голень и окорочок сравнить курицу и индейке, все равно, несмотря на то, что они жирнее, ну, каждую своей птице жирнее, чем грудка, все равно, опять же, мясо индейки более физиологично, чем мясо птицы даже с ножек и с голенью. Вот прекрасно сейчас подпекается хлеб. Сковородка уже вошла в режим. Я беру тарелку. Я беру тарелку. С режимного объекта удалить, нет? Нет, здесь пока все нормально. Еще чуть-чуть я хочу, чтобы подсохло. Вот это для того, чтобы так импровизировать, нужно много, конечно, знать и уметь. Но, с другой стороны, если регулярно смотреть нашу программу, то можно позволить себе импровизации, вариации на тему. Я тоже, знаете, так иногда делаю. Вы дадите какой-нибудь рецепт? Я думаю, с ним что-нибудь так. Ну, иногда получается вкусно. Ну, слава богу. Вот у нас лежит... Одинокий тост. Пик Оренока стоит одинокая. Я даже сейчас, знаете что, давайте сейчас пока-то, действительно, пока немножко поиграемся, что ли. Ну, вот, например, помидор я вижу у нас здесь в наборе. Давайте мы помидором закроем тост. Ну, тоненько нарежем его. Так, может, надо было тогда пармезан все-таки не весь, а еще сверху. Говорит, сыр, помидоры с сыром, это очень вкусно. Нет, нет, я сейчас для другого готовлю эту штуковину. Я просто сейчас вот так. Вот есть салат моцарелла, руккола и помидоры, по-моему, да? Наверное, есть. Вот это такое какое-то сочетание необычное или что? Ну, это, ну, почему? А что тут необычного? Ну, не знаю, вот сыр с помидором. Сам по себе. Ну, нет, почему же? Моцарелла с помидором – это классика жанра, вообще говоря. Просто классика жанра. Так, помидоры убирайте, чтобы я тут это самое… Мы будем делать вид, что мы тут порядок, так сказать, соблюдаем. Сейчас мы еще немножко… Ать! Не буду так. Мы сейчас чуть-чуть еще посыпем по помидору петрушечкой. А там у нас чесночок еще. Нет, чесночок сейчас не в счет. Называется «Чем бы занять себя, пока запекаются котлетки?» Да. Сейчас посмотрим. Нужно приготовить вот такие незатейливые тосты и перекусить, потому что котлетки же маленькие, на всех их не хватит. Поэтому… Ой, хорошо. Шкварчит. Все, считаю до 30. Тысяча один. Тысяча два. Да, до 30 тысячи назад считаю. Посчитали? Я помню, в одной передаче был Макаревич. Нет, так травмо. И там шла готовка еды. И Макаревич тоже говорит. Вот сейчас эти спагетти будут готовы, тогда, когда я отсчитаю от 20 до 1. Вот еще 20 секунд надо, чтобы они были идеальными. Он читает 20, 19, 18, 17. Второй ведущий ему говорит. Андрей Вадимович, это что, слова ваши новые песни? Ну, хорошо. Ну что, я дочитал уже в мыслях, чтобы мне взять такого вот полотенца. А что вам необходимо? Ну, чтобы горячий противень взять. Обычно я голыми руками как-то в последнее время уже не беру. Да? Ну, вот посмотрите, здесь все по правде. Готовится на нашей кухне. Видите? Шипит, правда? Ой, белые какие стали. Ну, мясо белеет немножко. Шипит. Смотрите, для чего мастер подготовил вот этот кусок хлеба. Жареный. Ну, так, это помидор уже, это была какая-то такая бред. Ага. Мы поставим. Ну, как же это все есть от... Вот и все. Помидоры-то просто для красоты. Ну, да, такая просто. Для аромата. Ну, где-то они, может быть, будут просматриваться. Такой у нас будет, видите, ежичек, что ли. Ап. И тигры у ног моих сели. Так а кожуру эту от лимона, ее тоже есть нужно? Ну, это по желанию. Это по желанию. Так она просто для красоты, для эстетики или как? Почему же? Там аромат будет. Так там цедра есть. Но все равно, чтобы подчеркнуть его. Чтобы фрикаделька с палочки не проваливалась. Представьте себе вот люля-кебаб. Он же часто с шампура-то что? Падает, потому что фарш. Здесь то же самое. Это как бы поддержка снизу идет. Но вместе с тем это хорошая вкусовая такая добавка. Если попробую, немножко. Нет, я сейчас откушу. Горячо уже. Да. А что делать? Все это немножко жестковато. Ее надо было еще тоньше снимать. Не, нормально. Вы не хотите, не делайте. Нет, просто интересно. Вот одни кислые там были. Лимончик там был хорош. Рувяненькая такая. Можно, конечно, взять. Ой, пахнет хорошо очень. Там даже вилочкой вот так вот отогнуть эту цедру и съесть. Вот это, Лена, попробуйте. С лимоном. Ну, я не могу его сразу попробовать. А, это съесть. Это оставить. Как парус. Нет, вот это согнутое, это придется все есть целиком. Для аромата. Сало, как сало. Как говорят на Украине. Ну, это закуска, да. У нас все, что не дает, то закуска. Давайте вспоминать. А так можно обмануть всех. Да. Давайте про индейку. Ну, в общем, что я хочу сказать. Индейку нужно все-таки каким-то образом приобщить, так сказать, к своему столу, ежедневному рациону при помощи вот таких игрушечных, фактически, котлеток лимонных. Ну, это только название лимонной котлетки. По сути, это все-таки котлетки из индейки. А все очень просто. Тертый пармезан еще внутри. Петрушка с чесноком. Размоченный в молоке белый хлеб в небольшом количестве. И немножечко самого молока, потому что фарш у нас, когда мы делали, его получился немножко сухой. Соль, перец. Делаете, формируете фрикадельки, используя для этого холодную воду, чтобы не приставало к рукам и чтобы не приставало к посуде. Чтобы не приставали эти фрикадельки никто. Яйцо. Яйцо, обязательно, да. После этого упаковываете аккуратненько в цедру лимонную дольками, которая порезана у вас предварительно, на шпажке. И буквально 10 минут. А пока поджариваете хлеб и делаете вот такого замечательного южика. Это как вариант. В общем, сегодня мы хотели вас донести, друзья, что вот та птица, мякоть ее, мимо которой вы проходите, она очень полезна. Я бы хотел вообще, чтобы вы все-таки покупали продукты осмысленно и с открытыми глазами. Тогда вы увидите много для себя нового и полезного. Так что желаю вам, чтобы ваши глаза были всегда открыты, чтобы вы ходили в магазин с открытыми глазами, думая при этом о своем здоровье. Спасибо. Спасибо. Спасибо.